Проводимые в городе Каспийские учения воспринимаются с пониманием, как персоналом учреждений, так и гражданскими, находящимися там в момент эвакуации. Ведь опыт и знания, полученные при проведении подобных мероприятий, в дальнейшем помогут спасти не только свою, но и жизнь своих близких. Если же не придать этому значению сейчас, то при появлении настоящей угрозы у неподготовленного человека, скорее всего, начнется паника, что чревато множеством ошибок, которые значительно усугубят и без того сложную ситуацию, в которой на кону стоит жизнь. Ярких тому примеров уйма, когда можно было избежать таких тяжелых последствий, зачастую виной которых является чья-то халатность, один из которых это пожар 26 апреля в психиатрической больнице номер 14 в поселке Раменский Дмитрийского района. В момент пожара в здании находился 41 человек, спаслись всего трое. Возгорание, как уже выяснило следствие, произошло в комнате отдыха карантинного корпуса. В версии отрабатываются две, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. Причем вторую подбросил один из вспашившихся пациентов Гладких. Курение в больнице было не запрещено, но иметь при себе сигареты, спички, зажигалки пациентам психиатрических клиник по правилам безопасности не положено. Однако, по словам Гладких, больных в карантинном отделении тщательно не обыскивали, и возможность иметь заначку у них была. Жизнь устроена так, что пути назад нет. Это надо учитывать, прежде чем закрывать глаза на недочеты и ошибки в технике безопасности. Зачастую это не работающие или вовсе отсутствующие огнетушители, неправильно расположенный или заблокированный запасной выход. Но, к счастью, замечаний у представителей МЧС к учреждениям, в которых проводилась эвакуация, не было. В целом, учения прошли на неплохом уровне. Мурат Шейхов, Мурат Магомедов, Новости Каспи-ТВ. Мурат Магомедов, Новости Каспи-ТВ.